МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях города и региона в ближайшие 20 минут. Здравствуйте! В эфире новости Тольятти, в студии Наталья Лопатина. И вот о чем расскажем сегодня. Гитары в строю в Самарской области стартовал второй международный антифашистский форум. В нем принимают участие музыканты из самых разных стран мира. Это первый антифашистский фестиваль новейшей истории. Конечно, для нас очень важно и дорого, что Самарская область стала центром антифашистского движения. День весны и труда. Расскажем, как в Тольятти отметили 1 май. Поздравляю вас с праздником! Спасибо, что вы сегодня здесь! Спасибо за ваши улыбки! Влез в глаз! Бумага, пластик, стекло – все это собрано в мусорные пакеты. На полуострове Копылова, одном из самых живописных мест области, прошел большой семейный субботник. Мы хотим привезти эту территорию до такой частоты, чтобы мы уже приезжали сюда не на субботнике, а проводить, просто открывать сезон, делать семейные старты и просто веселиться, отдыхать, собирать за собой мусор и увозить уже в город его. Гитары в строю! Самарская область стала центром проведения второго международного антифашистского форума «Деятели культуры». В этом году мероприятие стало еще масштабнее. Помимо концертов российских и зарубежных артистов, запланирована и дискуссионная программа. Политологи и журналисты из разных стран мира обсудят события, которые происходят в мире. Форум продлится до 5 мая и пройдет не только в крупных городах, но и отдаленных районных центрах области. Основные цели и задачи фестиваля форума в ходе прямой линии анонсировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Это первый антифашистский фестиваль в новейшей истории. И, конечно, для нас очень важно и дорого, что Самарская область стала центром антифашистского движения. А нас в этом стремлении поддержали не только наши земляки, не только граждане России, но люди доброй воли, люди, которым не все равно, что происходит в мире, люди, которые за справедливое мироустройство, люди, которые понимают, какому злу сегодня противостоит наша страна, преступной нацистской идеологии. Мы знаем, что Россия не одна в борьбе с нацизмом, мы знаем, что людей доброй воли по всему миру большинство, но от этого ваш гражданский подвиг не становится меньше. Спасибо вам и добро пожаловать на Самарскую землю. В этом году фестиваль расширил свои географические и смысловые границы. Отныне это уже не просто фестиваль антифашистской песни, а международный антифашистский форум деятелей культуры. Наши западные оппоненты прекрасно понимают, кто поднимает бойцов в бой, что поднимает бойцов в бой. В годы Великой Отечественной войны, когда перед нашими бойцами выступали артисты и музыканты, певцы из военных бригад, помните, как это было одухотворяюще, духоподъемно действовало на наших бойцов? Так и сейчас. То же самое сейчас происходит. И Дмитрий Ильич сказал, что мы хотим, чтобы они приехали на опыте декабрьского фестиваля, тоже приняли участие в концертах в военных госпиталях. Именно поэтому, потому что я никогда не забуду слова нашего бойца по имени Коли, который в декабре находился на излечении в 4.26-м госпитале, он сказал после концерта, подойдя к нашим некруганским ребятам и Джиме, что он только сейчас до него дошло, он понял смысл и слов президента России о том, что Россия сражается на фронтах СВО не только за суверенитет своей страны, но и за свободу всех народов всего мира. Иностранные гости, присутствовавшие на пресс-конференции, продемонстрировали свою волю и единство, общаясь с журналистами на хорошем русском языке. Очень важно передать, особенно младшим поколениям, все эти ценности, за которые, я скажу, мы вместе Сербия с Россией боролись в не так далеком прошлом. И желаю большой успех всем вам, всем нам. Надеюсь, что наше послание будет услышано. Певица из Китая Динь Яо даже исполнила русскую народную песню «Волго-реченька». Программа фестиваля форума включает в себя выступления российских и зарубежных музыкантов, научные конференции «Круглые столы» с участием выдающихся историков, политологов, журналистов, общественных деятелей и деятелей культуры. Значимой составляющей программы станут выступления зарубежных артистов перед воинами российской армии и участников СВО, которые проходят лечение и реабилитацию в военных госпиталях и санаториях. Специальный гость форума фестиваля – певец-шаман. Наталья Корсакова, Андрей Комиссаров. Новости Тольятти. Праздник с большими традициями. Тольятти вместе со всей страной встретил Международный день весны и труда. Центральным местом празднования стал Музей техники имени Сахарова. Многие до сих пор хорошо помнят традиционные майские демонстрации, на которые выходили тысячи людей с флагами и транспарантами. Сегодня формат праздника изменился, но по-прежнему все масштабно и торжественно. Передаю слово моим коллегам. Традиционно праздничный день начался с первомайского шествия трудовых коллективов Тольятти. В нем приняли участие представители администрации, городской думы, предприятий, учреждений здравоохранения и образования. Поздравляю вас с праздником! Спасибо, что вы сегодня здесь! Спасибо за ваши улыбки, блеск глаз! Искренне желаю вам радостей, эмоций, здоровья! Поздравления с праздником с главной сцены звучали от первых лиц города, общественников и представителей крупнейших организаций Тольятти. В их числе заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям Тольятти Азота Сергей Гулькин. Счастье – это уверенность в завтрашнем дне. Уверенность в завтрашнем дне дает свободный, доступный и достойный труд. Труд, приносящий радость. Наши предки показали нам великий пример, когда добились своего права на труд, права на счастье. Колонна сотрудников Тольятти Азота на Первомайском шествии была одной из самых многочисленных. Туазовцы пришли на праздник целыми семьями, с собой флаги, транспаранты и отличное настроение. Это самый главный праздник для человека труда. И я хочу обратиться ко всем заводчанам, ко всем тольяттинцам. Дорогие коллеги, с праздником! Будьте здоровы! Работайте на благо России, на благо Тольятти! Пусть все у нас получится! Для жителей и гостей города была организована насыщенная программа. Профессиональные танцевальные и вокальные номера, выступления творческих коллективов предприятий, театральный проект «Поющий дилежанс». Также тольяттинцы смогли окунуться в атмосферу праздника благодаря интерактивным площадкам и спортивным активностям. Пришла с отличным настроением, потому что очень здорово посмотреть, что столько школ в Тольятти собрались, столько предприятий, все пришли отпраздновать единый праздник. В майской демонстрации я принимаю участие в первый раз в жизни. Меня поражает такое скопление людей. Прекрасное настроение, ощущение такое приподнятое. Вспоминаем, как мы ходили на демонстрации «Мир труд май» кричали. С первого мая! Иван Шумилин, Наталья Лопатина, Владислав Перовский, Новости Тольятти. Лучший результат за последние 12 лет. По итогам апреля продажи коммерческих и пассажирских автомобилей «Лада» в России составили более 45,5 тысяч единиц. Свой максимум обновила «Лада Веста». В течение апреля было реализовано свыше 13 тысяч автомобилей. «Лада Гранта» – самая массовая и доступная модель бренда. Также достигла пика продаж за свою историю. За последний месяц их было продано более 21 тысячи. «Нива Ледженд» в апреле разошлась тиражом почти в 5 тысяч автомобилей, что является лучшим показателем года. Наибольшим спросом среди покупателей пользовались коммерческие версии на базе «Гранта». Сотни тольяттинцев вооружились мусорными мешками, граблями и вышли на масштабный субботник. Он прошел в экопарке «Шлюзовой». Сам парк находится в окружении соснового леса. Деревьям насчитывается более 120 лет. Важно поддерживать его в чистоте, в порядке. Сегодня силами общественников, а также неравнодушных граждан мы приберемся здесь и наполним детскую песочницу песком. Такое большое количество людей, которые пришли сегодня на Всероссийский субботник, показывает, что это пространство по-прежнему важно для людей. Они благодарны властям за то, что были вложены средства в благоустройство этого пространства. И сейчас люди приходят поддерживать чистоту и порядок в этом месте. Это пространство с детскими и спортивными площадками было создано по инициативе самих тольяттинцев в рамках программы формирования комфортной городской среды. На благоустройство парка ушло всего три месяца. Бумага, пластик, стекло – все это собрано в мусорные пакеты. На полуострове Копылово, одном из самых живописных мест области, прошел большой семейный субботник. Его организовали тольяттинские предприниматели. Как это было, покажем далее. Полуостров Копылово – излюбленное место отдыха горожан. С приходом весеннего тепла здесь всегда шумно и многолюдно. Отдыхать на этой территории любят многие. Но зачастую после пикников люди оставляют мусор и грязь, не желая вывозить его цивилизованным способом. Группа молодых тольяттинских предпринимателей решила своим примером показать заботу о природе. И вот уже третий сезон подряд здесь организуют необычные субботники. Социальный проект «Семейный субботник» придумал и организовал руководитель семейного акваклуба «Аквапузики Тольятти» Дмитрий Завьялов. Данная территория была выбрана не случайно, поскольку данная территория Копылово, полуостров, считается местом притяжения всех людей, жителей города Тольятти. Как и Муравьиные острова, которые мы неделю назад, день-дель назад умирали также. Потому что неважно, какой у тебя социальный статус, положение, все едут на Копылово. Здесь очень классная, красивая природа. Здесь чистая всегда вода. Здесь очень много отдыхает детей. Поэтому мы хотим привести эту территорию до такой чистоты, чтобы мы уже приезжали сюда не на субботники, а проводить, просто открывать сезон, делать семейные старты и просто веселиться, отдыхать, собирать за собой мусор и увозить уже в город его. Необычность проекта в том, что волонтеры успешно совмещают активный семейный отдых и полезное дело – уборку лесной и прибрежной территорий. Вот так, вооружившись перчатками и мусорными мешками, участники субботника приступили к работе. Я пришла со своими сотрудниками и с детьми. Мы второй год здесь на субботнике. И что я хочу сказать, в том году, когда мы были первый раз, мы прям мешки, мусор тащили прям просто вагонами. В этом году молодцы, молодцы вообще люди, молодцы. Мусора очень мало. Я очень рада, это вообще очень круто. Значит, народ начал беречь и любить свою природу, свой город и ценить. В этом году семейный субботник получил поддержку Тольяттинской администрации, департамента городского хозяйства, предприятия Куйбышев Азот, торгового дома «Миндаль» и Тольятти Химбанка. Вместе с волонтерами генеральные партнеры также приняли самое активное участие в уборке территории. Это наше любимое место. Мы с семьей всегда здесь любим. Побывать на пляже, позагорать, покупаться, встретиться с людьми. Ведь субботник еще важен в чем? Не то, что мы убираем, как бы очищаем природу. Это важность в том, что еще мы встречаемся, общаемся. И когда мы вместе, мы в силу. И мы всегда будем стараться делать наш город чище, ярче и красивее. Я считаю, что очень важно поддерживать окружающую среду в порядке. И при активных жителях это сделать гораздо проще. И нужно не забывать помнить о том, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Также хочется поблагодарить организаторов этого мероприятия. Дмитрия Завьялова, предприятия, которые откликнулись и оказали содействие в уборке. Хочется также обратить внимание на то, что в этом году на косе мусора значительно меньше. Поэтому мы понимаем, что наш труд не напрасен. И мы надеемся, что в будущих годах мы также продолжим эту традицию. Пластик, обертки и пакеты, одноразовая посуда, стекло, металл. Всего за несколько часов общими усилиями с прибрежной территории было собрано и выведено более 10 тонн мусора. А после хорошо выполненной работы всех участников субботника ждали вкусные угощения и развлечения. Спортивные конкурсы и призы стали приятным дополнением субботнего дня. И, казалось бы, обычная уборка превратилась в настоящий семейный праздник. Ну что ж, семейный субботник подошел к концу. Было весело, интересно. И, конечно же, мы все очень-очень старались. Разговаривая с участниками, все практически в один голос говорят одно. С каждым годом мусора на этой территории становится все меньше. А это значит, что мы научились любить свою природу, свой город и ценить эту жизнь. Наталья Лопатина, Андрей Костомаха. Новости от Альятти. Продолжаем выпуск. Мы помним, мы гордимся, мы чтим память наших героев. 9 мая в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне смотрите наш праздничный марафон на телеканале Тольятти-24. Стихи и песни о войне. Не отступать, как бы ни было страшно. Пронзительные истории о судьбах героев Великой Отечественной. Рассказы о тех, кто сражался на поле боя и приближал победу в тылу. Гости нашего телемарафона – волонтеры Победы, дети и внуки героев войны. Он сидел в колодцах немецкой связи и слушал разговоры ставки Гитлера с частями и переводил. Письма, которые от деда остались, они все неоднократно перечитаны семьей нашей. Это навсегда останется. И лишь дедом гордимся. Знать корни – это очень важно. Когда мы понимаем, что если смогли они, сможем и мы. В нашей семье есть один герой. Это мой брат Зубцов Сергей. 25 июня 2023 года он погиб под снайперской пулей на заборожском направлении. Он выполнил свой долг перед Родиной с высоко поднятой головой. Не пропустите 9 мая на телеканалах Тольятти 24 и ВАЗ ТВЧ. И о погоде спонсор рубрики «Салон Штор Аллегра». Шторы Аллегра. Огромный выбор и доступные цены на шторы, карнизы, жалюзи. Весь май бесплатный пошив. Магазин-склад на автозаводском рынке. Въезд на территорию с улицы Воскресенской. Аллегра. Уют вашего дома. Первому телевидению Тольятти компании «Ладо Медиа» исполнилось 34 года. По этому случаю мы дарим подарки нашим зрителям, абонентам и подписчикам. Вот эти беспроводные наушники сможет получить кто-то из вас. Главное условие – быть подписанным на телеграм-канал телеканала «Тольятти 24» и «Ладо Медиа». Все подробности ищите в постах наших телеграм-каналов. Смотрите и слушайте телеканал «Тольятти 24» в нашем телеграм-канале, а также во всех популярных соцсетях. Новости, прямые трансляции, фильмы и сериалы. Телеканал «Тольятти 24» – всегда самое важное и интересное. В студии работала Наталья Лопатина. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok «Тольятти 24» – «Тольятти 24» «Тольятти 24» – «Тольятти 25»